Икота – явление до конца неизученное. Физиологи называют разные причины ее возникновения – от употребления газированных напитков до стрессовых ситуаций. Как правило, икота со временем проходит сама, но существует и множество методов разной степени эффективности ей противодействовать – от сильного испуга до стойки на голове. Если напала икота, а испугать вас некому, но вы не сторонник акробатических трюков, попробуйте другие простые и относительно безопасные способы избавиться от нее. Задержать дыхание на 10-20 секунд, чтобы избавиться от икоты, пожалуй, самый простой способ. К нему можно прибегнуть, находясь в любом месте. Сделайте глубокий вдох. Постарайтесь не дышать как можно дольше. Если после первого упражнения икота не прошла, повторяйте его до тех пор, пока не пройдет. Стакана холодной воды достаточно, чтобы остановить икоту. Пить нужно маленькими глотками, не останавливаясь. Желательно выпить воду быстро и при этом не дышать. Если есть коктейльная трубочка – отлично. Пейте воду через нее. Избавление от икоты наступит быстрее. Лимон, сахар, лед – три народных рецепта избавления от икоты, которые действуют по одной схеме, основаны на принципе шоковой терапии и помогают снять возбуждение диафрагмальных нервов. Если вы не боитесь простудить горло, рассосите один или несколько кубиков льда. Если нет льда, пожуйте дольку лимона. Нет ни лимона, ни льда, а есть сахар. Рассосите щепотку или кусочек сахара. Если под рукой вообще ничего нет, примите позу эмбриона. Сядьте поудобнее, наклонитесь вперед, подтяните колени к груди и обхватите их руками. Как правило, через 2-3 минуты икота проходит. Откройте рот и вытяните язык максимально вперед. Оставайтесь в таком положении как можно дольше, насколько это позволяют правила приличия и ваши внутренние ресурсы. Говорят, что знаменитая фотография Альберта Эйнштейна сделана в тот момент, когда ученый пытался справиться с икотой. Большое спасибо за просмотр! Альберта Эйнштейна